Я расскажу интересную историю, покажу картинку с тремя линиями кривыми. Во-первых, извините, что я опоздал. Я был на Чертановской по поручению советника президента, рабочей группы по блокчейну. Я сюда пришел, здесь одни девочки, а там одни мальчики. Такие мужики серьезные, с такими животами, с бородами. Обсуждают блокчейн. Очень смешно. Надя, привет. Есть три линии. Я ехал и думал, про что рассказывать. Прямо серьезно, прям так. Позавчера Таня ночью позвонила, сказала, заболела, попросила выступить. Я ехал и думал, про что рассказывать. У меня даже был целый день, но я его плохо потратил. Я потратил его на встречи, неэффективно. И у меня не было темы. Я думал, надо взять что-то из загашника. У меня все время есть куча интересных тем, про которые можно рассказать. Знаете, много проектов всяких. И поехал, ехал. И открыл выступление TED. Там выступал партнер BCG, женщина из Германии или Италии. Она рассказала интересную конструкцию. Мне захотелось ее продолжить, на самом деле. И у меня даже дождилась в голове мысль, такая инновационная. И я решил ее рассказать. Есть три линии. Самое важное – это красная линия, на самом деле. Что это такое? Это качество образования, которое декларируется выпускниками. Женщинами, которые закончили крутые вузы. Крутые вузы прям. Положили жизнь, участь в вузе. Сейчас меня представители вуза, наверное, закидают ручками. Но не надо, короче. Я заранее предупреждаю. Здесь не будет ничего страшного. А красная линия – это женщины, которые добились лидерских позиций. Как видите, там очень мало корреляции. Нет. Да, ее нет. Правильно. То есть я так аккуратно зашел. На самом деле нет корреляции между образованием и занятием лидерской позиции женщины в компании, в большой компании. А можно включить теперь веб-страничку «Мужчина, о великий, сотвори магию». И там будет классная страничка из BCG отчета, которую я, собственно, хочу поддержать следующий тезис. То есть первый тезис образования не связан с тем, какую работу вы получите. Я, кстати, лично пример этому. Я закончил самый непонятный вуз. Он присоединился, кстати, к вышке сейчас. Он отделился от меня сначала, а потом присоединился к вышке. Это институт инновационного технологий и предпринимательства. То есть в принципе я работаю по профессии. Как директор по инновациям. Я был директором по инновациям в банк открытия. Мы как раз с Надеждой развлекались, делали всякие интересные истории. Есть интересный отчет. Рекомендую его почитать. Тоже нашел, пока ехал в метро. Поэтому не успел перенести его на презентацию. Дико извиняюсь, он на английском. Вы же все знаете английский, да? Да. Отлично. После дариного выступления все уже, даже те кто не знает, да. Огонь. Значит, смотрите. Первая история. Есть такие факторы, которые влияют на инновации. Как видите, возраст плохо влияет на инновации. Скорее вниз. Это печалька. Академик бэкграунд не влияет никак вообще. Это большое исследование, которое делал BCG. В начале прошлого года выпустил. И влияет, видите, все остальные истории. То есть карьер пасс. Это пути всякие, которыми тропами я шел. Я, допустим, был аудитором. Я работал в Прайстерхаус Куперсе. Работал в гостинице. Был курьером, кстати. И могу продолжать. На самом деле там длинный путь у меня был. И вот примерно этот путь, он на самом деле сильно влияет на инновационность решений, которое делает тот или иной человек. Хотя я не претендую. На самом деле есть более яркие примеры. Например, Надежда. Я буду выбрасывать спойлеры про Надю. Отвлекать внимание, пока я листаю просто. И здесь есть очень интересный тезис. Очень интересный тезис, который примерно говорит так. Когда начинается то самое влияние, которое приносит прекрасный пол в крупную компанию. Потому что в маленькой компании этого не чувствуется вообще. Вообще не чувствуется. Потому что она там про другое думает. Думает про клиента. А в большой компании уже можно продумать про хорошее что-то. И когда женщин на руководящих позициях становится чуть больше 20%, как говорит это исследование, уникальное совершенно исследование, происходит какая-то магия. Значит, происходит магия и вырастает, вот эта картинка, вырастает так называемый блок, называемый innovation revenue. То есть компания начинает зарабатывать на целых 9% больше с каждой новой женщиной после 20% на лидерской позиции в крупной компании, в крупном бизнесе. Это такая зависимость, которая была выявлена BCG. О чем она говорит в целом? Она говорит о том, что… Вот я ехал тоже, спрашивал Таню, про что рассказать. Она говорит, а там все просто. Скажи, что максимально diversity, то есть если мальчиков и девочек сажаешь в одну комнату и перемешиваешь, тогда более устойчивый бизнес. Здесь ребята это доказали, на самом деле. То есть когда мы посадим мальчиков и девочек в одну комнату, и девочек станет чуть больше, чем обычно, то бизнес станет зарабатывать больше. Это прямой эффект на прибыль. Поэтому все, что вы делаете, на самом деле должно быть связано с тем, чтобы идти всякими стандартными путями. Очевидно, вы принесете ценность большой компании и если туда попадете. Вот если не попадете, это не страшно. Может быть, у вас даже пронесло. Почему, сейчас мы и объяснем. F5. Круто. Значит, следующий тезис, третий. Я еще раз извиняюсь, собирал на ходу. Следующий тезис, он объяснит вам, какие существуют проблемы сейчас в цифровой экономике, России вообще. Что происходит? Где мы находимся? Первые, такие три проблемы очевидные, которые есть. Очень интересные. Но первые тезисы, понятно, я уже объяснил. Технологии опережают уровень образования. То есть в принципе, если я захочу внедрить бигдату или блокчейн, сегодня я не найду людей с образованием блокчейна или 15-летним опытом в этом направлении. Хотя бывают такие резюме. То есть открываешь, написано там, 15 лет опыта работы с блокчейн-технологией, ты думаешь, жжет. Кто-то жжет, значит. И технологии просто нещадно опережают. Мы сейчас об этом подробнее поговорим. Я прямо дам несколько примеров конкретных, как дела обстоят плохо и что с этим делать. Второй блок, это не менее интересный, это отсутствие горизонтальной синергии. По сути, нужно придумывать несколько новых профессий или поженить существующую профессию. А третье, это невозможность быстро проводить пилоты. У нас в стране, к сожалению, вообще никак нельзя это сделать. Но с бизнесом более-менее договоримся внутри, а на уровне государства там прям полная печаль. Значит, если вернуться к первому топику, да, а именно технология опережает. Вот есть три примера. Например, возьму не с первого, начну, потому что я с первого два раза сказал, про digital identity. Знаете, что такое digital identity? Огонь. Две руки. А это технически, да? Технически, отлично. Три руки. Я рад, на самом деле. Ну вот, кстати, это показательно. История digital identity. Почему digital identity важен? Это концепция, которая, по сути, позволяет построить ваш цифровой профиль совершенно разными подходами. Централизованный, децентрализованный, много разных вариантов. Но по цифровому профилю понятно, как с вами взаимодействовать в цифровой среде. Там по куки что-то вам предложить, да? Там согласие ваше обработать как-то. Какой-то реферал сделать, рекомендацию у какого-то продукта и так далее. То есть это основополагающая история digital identity. Кто мы в цифровом мире? А мы знаем, что цифровой мир правит настоящими. Я здесь стою не потому, что я там лично встретил Таню, а потому, что Таня мне написала в мессенджере, а это цифровая среда опять. И на самом деле я здесь нахожусь в реальности, потому что цифровая среда, мы там скоммуницировались как-то, я здесь оказался. Так вот, с точки зрения цифровой среды есть сейчас проблема. Проблема называемого цифрового рабства. Вам, ваши аккаунты, по сути, не принадлежат. Ну, в принципе, такая вот ситуация. Потому что мы начинали давно все это создавать, и вся информация, которую вы собираетесь в социальных сетях, Facebook, ВКонтакте и так далее, LinkedIn, она в принципе принадлежит платформам, не вам. И вы вот в текущем варианте существования в цифровом пространстве не можете никак, первое, понять, кто ваши данные использует и где. Хотя вот Евросоюз сейчас выпускает новую поправку, которая обязала всех раскрывать, кто же ваши данные потребляет. У нас такого, к сожалению, нет в стране, хотя мы активно разговор такой ведем. Второй момент, на самом деле. Есть такой парень, Сатоши Накамото. Не слышали, нет? Слышали, биткоин, точнее. Значит, Сатоши Накамото – это цифровая личность. Ну, то есть цифровая личность натуральная, которую можно подтвердить электронной цифровой подписью. Но факт, что этот человек реально существует, не подтвержден. Ну, то есть мы переходим в некое интересное пространство, когда у нас есть какая-то цифровая личность, которая там существует, а в реальности может его и не быть. Что с ними делать? А они могут на всех влиять. Сатоши Накамото, если подтвердится факт, что его не существует, в реальности очень сильно повлиял на мир-то. И я еще не загоняюсь по поводу диктатуры лайков до таизма и цифровой этики. Что, в принципе, мы живем в сложном достаточно пространстве. Можно ли лайкать пост бывший? Есть такая интересная история, когда девушка одного футбольного фаната случайно лайкнула пост другой футбольной команды, и он с ней расстался. Ну, капец вообще. Трагедия. Но как бы это реальность. Все, новая реальность. И там есть всякие артефакты, которых в реальном мире нет. Допустим, как ты объяснишь, что ты расстался с человеком из-за лайка? Ну, это бред какой-то. Кажется, а реальность она такова. Так вот это все в середине. Какое там образование у нас у всех есть? Может ли существующее образование дать нам возможность там оперировать? Не просто оперировать, а, допустим, вам дают поручение разработать фреймворк по digital identity. Какой-нибудь там, я не знаю, министр. Или попадать в какую-нибудь рабочую группу большую. Дальше вы собираете всех умных людей. Оказывается, что пять человек, только из них понимают слово сочетание. Из этих пяти человек вы говорите, ну окей, кто из вас там знает английский? Может быть, там на западе что-то есть. А на западе конструкция существует уже десять лет. Вот. И это проблема. Поэтому образование, к сожалению, оно на текущую не решает. Нужно идти другими путями. Нужно идти по модели 70-20-10. Есть такая модель. Значит, 70% времени мы что делаем? Узнаем новое в процессе работы. Поэтому надо много работать. 20% времени – это коучинг. Если вы подумали, что это научит вас, только 10% времени – это теория. Второй кейс – это горизонтальная синергия. Первый кейс называется DAO. Первая строчка – DAO. Кто-нибудь слышал про атаку DAO? DAO – это, если не про религию, философию, это децентрализованная автономная организация. Два года назад в мире создали инвестиционный фонд первый на 150 миллионов долларов, который работает на блокчейне, на умных контрактах. Буквально через 4 месяца из него пытались украсть 50 миллионов долларов. Причем, когда фонд строили, ну такие там сидели разработчики, значит, они построили этот фонд. Они строили по принципу код SLO. То есть все, что я накодил, это прям по закону. Вот как вы думаете, как будет выглядеть цифровая конституция? Что? Ну, наверное, это будет текст какой-то, да? Может быть, даже на полстраничке А4. То есть алгоритм вам, в принципе, все гарантирует, наверное. Права, свободы, передвижения. Если есть какая-то ролевая модель, алгоритм вам гарантирует. А зачем вам об этом писать? Существующие, в принципе, системы общественные строятся по принципу «все разрешено». Ну, нам по закону все разрешено. Но де-факто оказывается, что многие вещи делать нельзя. Хотя все разрешено. Поэтому цифровой мир, к сожалению, он так не может неоднозначно существовать. Там нужна такая где-то бинарная трактовка. Поэтому она будет проектироваться по принципу deny all. Вообще все запрещено. То есть там первый пункт цифровой конституции будет написан – deny all. Все запрещено. В этот момент нужно как бы понять. Вот кейс DAO, как украли эти 50 миллионов долларов? Как, точнее, попытались их украсть? Инвестиционная декларация – это такой документ, который описывает, куда я могу инвестировать деньги. Он был прочитан разработчиком в той манере, как он его понял. И разработчик в той манере, как он понял этот документ, накодил. И по факту создал так называемую возможность создать дочернее общество в этом фонде, которое эквивалентно самому фонду. То есть он может распоряжаться деньгами. То есть он фонд в фонде. Допустил возможность создания внутри кода. Хотя инвестиционная декларация это не позволяла делать. Это бред какой-то получается. А ревью, процесс проведения анализа кода, он с точки зрения юристов сложный. Я год назад был в Петербурге на форуме юридическом. Там сидели супер юристы. Там Любимов был, замминистр юстиции. Обсуждали слово блокчейн несколько раз. У них есть такой термин legal street. Такая штука. Они каждый вечер пьют. Поэтому это самый любимый форум в Питере. У Рубинштейна есть такая улица. Они ее закрывают, называют ее legal street и бесплатно наливают всем юристам. Это происходит вакханалия в конце мая. И они без него не могут разобраться в слое блокчейн. Но проблема в том, что нужно постоянно в этом разбираться. Сейчас нужно посадить юриста, разработчика в одну комнату и заставить их разговаривать на одном языке. На моей памяти еще никто не сделал. Крайне сложная процедура оказалась. Я бы сказал, возможно новая профессия появится. Она называется юридический архитектор. Который позволит проектировать юридическое пространство, опираясь на набор каких-то принципов. Сейчас у нас юристы работают по правилам. Я робот, я робот. Он не может разобраться в дефиниции тех понятий цифровых, которые в реальном мире не существуют. Юристы период реальными понятиями. Артефакты цифровые, лайк слово. Ну как лайк юристу объяснишь? Как дефиниция лайка в юрическом праве. В правом кодексе, в налоговом кодексе, в каком-то любом кодексе. Его там нет физически. Хотя артефакт такое присутствие. Он очень важный. Последний момент, который не менее сложный, является ключевым барьером. Это возможность быстро проводить пилоты. Как-то я был на совещании с Алексеем Козыревым. Это заместитель министра связи. Мы обсуждали проблему, что нельзя быстро проводить пилоты. Алексей говорит, давайте сделаем фонд, несколько миллиардов рублей под пилотные проекты. А вы как банки скинетесь деньгами. Я помню сидел центральный банк. И мы спрашиваем, центральный банк, если мы так сделаем, ты нам даст поблажку резервы не вычислять. Это же прямая трата средств получается. Пилот провести нужно принять тот факт, что ты эти средства никогда не вернешь. Что будет ошибка, фейл. Что вы делаете пилот, а в конце у вас не будет выхлопа. То есть вы должны на уровне государства принять нерациональное решение. Я когда на бюджетный комитет пришел один раз, сказал, что мне нужны деньги на хакатон. Хакатон, знаете, что такое хакатон, соревнования. Просто в Сириусе, например, называется слово олимпиада. Я пытаюсь узнать, насколько диалект совпадает. Поэтому хакатон. Я говорю, дайте денег на хакатон. Мне говорят, Алексей, какой у тебя показатель эффективности хакатона? Тут я задумался, я говорю, ну никакого господа. Они говорят, Алексей, тут уважаемые люди сидят. Уважаемые люди, значит. И уважаемые люди придумали мне KPI. Они сказали, давай ты после хакатона выведешь в store мобильное приложение. Сразу прям после хакатона. Сейчас, Алексей, извини, пожалуйста. Сейчас все в одном понятийном поле про KPI и выведу в store? Даже технически. Ребята из или... Кто не поднимает, поднимайте руки. Я прям буду пытаться менять так... Витьевато вот Carrier Pass будет делать такой... От гостиницы к телевидению. Еще что-то менять. Но если понимаете, это хорошо. Значит, смотрите. Мне написано KPI. KPI, выпустив в store мобильное приложение после хакатона. Как вы думаете, это реально сделать или нет? Давайте однозначно. Да, нет. Но я скажу честно. Наспоро. Я сделал приложение в store за одни выходные. Но это потому, что был конструктор, который до этого был в store. А так нереально сделать. Все, кто говорят нет, они правы. Потому что ревью мобильного приложения проходит по-разному. Но в зависимости от store там может быть несколько недель занять. Так вот, мне говорят, ну ладно, мы тебе дадим, может быть, там две недели. Но надо сделать такое приложение за хакатон, которое нам отобьет расходы на хакатон. Ну и пусть оно отобьет их за год. Ну я сижу такой, сижу, смотрю, значит, на них. И думаю, так, если я не соглашусь, хакатон не будет. Но если я соглашусь, это же предпринимательский риск. А я работаю на зарплату. Зачем мне идти на этот риск, да? Ну и как бы кажется, ответ он вот. Сказать всем идите в. И уйти спокойно, да? В принципе, все останутся при своем. Ты не потратишь деньги в компании нерационально. Не возьмешь на себя риск и будешь получать зарплату. Это же круто. Да. Но мир он другой на самом деле. Я говорю, давайте, вписывайте мне KPI. Звоню начальнику, слушаю, тут такая история. Ты меня потом отмажешь. Он говорит, да, отмажешь, нормально. И мы запускаем хакатон. Приходит там 70 команд. Мы придумываем концепцию открытые бои, open fights. 10 финалистов. Менеджмент выбирает финалист, который не может запустить мобильное приложение вообще. Этот риск я даже не просчитывал, что он может наступить. Я думал, ну там, кто-то не справится просто там. Но я не думал, что менеджмент выберет такого, который не сможет запустить. Ну и у меня фейл. Я потратил деньги, несколько миллионов рублей. Нерациональным образом. В принципе, растрата. С точки зрения государства, это растрата. Решетка. Надо дальше придумать схемы. Мне дальше объясняют. Я вот с коллегами по цеху в вебе там все разговаривал. Оказывается, есть два понятия. Capital protective и не capital protective. Я говорю, что это такое? Capital protective. Берешь государственные деньги, оборачиваешь их где-то. У тебя получается процент. На депозите, например, положил процент. И процент уже можно на хакатон отправить. Я говорю, о, какая длинная процедура. Ну, в общем, надо специальное инновационное казначейство открывать под такие истории. Но вообще на уровне государства надо придумать какой-то кэшпул. Инструмент. Его еще никто не придумал. Очень много людей на эту тему разговаривает. Вообще просто. Прям тонна разговоров. Начинает с центрального банка, заканчивая Ростелекомом. У меня, кстати, брат есть близнец. Поэтому вдруг, если вы к нему подаете, он вас не вспомнит. Я тоже могу не вспомнить, кстати. Но он работает в другом месте. Просто его здесь сегодня нет. Он как раз сделал такой песочницу в Ростелекоме. Он сейчас, правда, ушел из Ростелекома. Но государство не смогло его развернуть. То есть есть технологическое решение. Очень прикольное на самом деле. Которое позволяет аутсорсить технологические риски. Почему они важны? Вы знаете, в государстве было поручение правительства в 2016 году запустить проект пилотный по выдаче электронной цифровой подписи. Для предпринимателей. Что это такое значит? Это можно удаленно счета открывать юрлицам. Круто. Все подумают, наверное, не надо бумажки носить. Там длинное поручение Медведева было. Если кому интересно, посчитайте. Оно в открытом доступе. Один из пунктов было подготовить модель угроз. С ФСБ, со всеми дядьками серьезными. Модель угроз. Вообще у нас каждый пилотный проект на уровне государства требует подготовки модели угроз. Как вы думаете, есть ли там какой-то элемент переиспользования? У кого-нибудь там в этом процессе? Нет, потому что всем мешает какая-то внутренняя агония договориться. Кто-то хочет по шапке заехать, они на самом деле существуют все в вакууме и не взаимодействуют никак. Вообще. И каждый раз эту несчастную модель угроз заново делают. Вообще заново. Поэтому если бы было какое-то такое пространство единое, в котором просто ты не думаешь про эту модель угроз, про этот стэк технологии, а ты просто занимаешься продуктом и у тебя есть какой-то кэш-пул, который можно нерационально тратить, это бы существенно исправило ситуацию в экономике и в стране. Но для этого нам надо решиться жить в другой парадигме. Мы эту парадигму сейчас вместе обсуждали с уважаемыми вышестоящими чинами. Называлась она «Русский путь». Да, «Русский путь». У меня фломастер. А, вот здесь можно нарисовать даже. Можно чуть-чуть поднять, я вам нарисую. Вот эту штуку поднимите чуть-чуть. Я вздох. «Русский путь». Вот он, «Русский путь». А вот вы видите, я сейчас вот здесь нарисую. Смотрите. Вот так вот. Кто не видит, подойдите поближе. «Русский путь». Вот знаете, что такое модернизация? Модернизация. Что это? Усовершенствование. Так, давайте еще раскрываем ключевые слова, которые характеризуют слово «модернизация». Так. А чем модернизация от трансформации отличается? О, так. Так. Но давайте поймем, что из них инкрементальные изменения. Небольшое, инкрементальное. Так. Какие еще есть варианты? Примерно. Плюс-минус. Линейная. Трансформация по линейной. То есть есть план, как придумать электричество. Окей. Крутяк, кстати. Кого есть, принесите мне. Я мне серьезно нужен. Я просто делаю презентацию для Горькова. Мне нужен такой план. То есть есть действительно вот такая картинка. Значит. Это вот, назовем это слово, трансформация. А это пускай будет модернизация. Всем видно, надеюсь, да? Я в наглую просто рисую на стене. Меня ректор, наверное, убьет после этого. Но я отучился, поэтому мне можно. Ага. Значит. Вот эта модернизация. Это инкрементальное улучшение настоящего. А это время, назовем. Пускай это время будет такое. А это там, я не знаю, там ценность, еще что-то будет. Вот в этой вот странной кривой линии какая проблема есть? Медленно растет. Да, действительно. Очень медленно растет. Очень. Насколько медленно, как вы думаете, она растет? Есть ли у нее предел, к которому она стремится? Точняк. У модернизации есть предел. Технический предел, к которому она стремится. И в этом проблема модернизации. То есть она всегда стремится к пределу. Приведу пример из бытовухи. У вас есть керосиновая лампа. У кого-нибудь есть керосиновая лампа. Вдруг. И там вы заливаете керосин. Значит, лампа может быть большой, значит, такой ядреная, бочонок керосина жжете, чтобы светило очень долго. И вот, в принципе, ну это конец. То есть там объем освещения от этой лампы будет конечный. И вдруг вам внезапно пришла в голову мысль. Есть же электричество. Что надо сделать? Что? Понятно, что заменить. Давайте подумаем, каким образом к электричеству мы придем. Ну, электричество, понятно, даст нам рывок такой. Рывок. Вот так вот рывок. И сюда придет. Так вот, есть ли план, как электричество получить? Там, катушку надо придумать. Змея ловить на крыше. А это, ну, вы понимаете, что, короче, вот здесь, если мы работаем, это стратегия, это стратегия догоняющего. Модернизация. Надо всегда догонять. То есть вы догоняете, догоняете лидеров, там, смотрите, кто лидер, постоянно догоняете. Так ВТБ, кстати, делает и, в принципе, счастлив. Нормально. Но если вы хотите быть транссеттерами, транссеттеры, те, кто определяет, что будет завтра, надо делать рывок. А как его делать? Как придумать электричество? Знаете проект ГЛРО? ГЛРО в Советском Союзе был, кстати. Советский Союз, это компания, я хотел сказать, почти корпорация, которая существовала на этой территории, значит. Продолжительный период времени. Вот. И где-то в начале периода ее становления, там был такой проект эпичный. Значит, когда кто-нибудь работал в Agile, кстати, нет? В Agile там есть такие категории, называются Skilled Agile Framework. Ты начинаешь с такого поинта, называется Epic. А дальше Epic у тебя превращается в фичу, фича в стори и так далее. Да, там. Это был Epic. ГЛРО был Epic. Значит, ГЛРО – это был проект рывка страны. Такого-то вот рывка, такого прям туда уходило. Но везде провести электричество. Вот. Это был проект ГЛРО. Я, кстати говоря, работал в разных банках, там было слово ГЛРО, я не понимал, что оно значит. А потом мне сказали, это же рывок. Я недавно это понял, поэтому вот хвастаюсь, рассказываю. Совершенно верно. Вот Ленин также стоял на сцене в театре. Сзади была, значит, карта России, на которой загорались лампочки, когда он говорил. Ну, примерно как Путин вчера. С ракетами, значит. И там была инфографика, ну, нарисованная людьми, да, и красками, которая не менялась, такая статичная инфографика. Дэшборд такой в виде страны. И он объяснял, почему это даст рывок, почему электричество дает рывок. Давайте рассмотрим производство. Ну, вот фабрика. Чем фабрика на электричестве отличается от фабрики на угле? Производительностью? Наверное. Но давайте подумаем с точки зрения устройства фабрики. То есть вот фабрика на угле. Как вы топите машинки все? Ну, там же не будет печка под каждой машинкой, да? Значит, надо сложную логистику. Мужик там будет бегать с углем между всеми, да? Сыпать ее с корзинкой. Сложно. Есть такая штука в Яндексе только там, в дата-центре. Там мужик бегает с корзинкой, вынимает диски, сложные схемы и в Фейсбуке. Очень сложная работа, кстати. Очень тяжелая. Люди бы быстро умирали. Там было что-то другое. Там был большой длинный вал, карданный или как его там называют. Он топился от единой печи. Поэтому у всех фабрик был этот вал и была печка. Они все фабрики были однотипные. Вообще все фабрики были однотипные до производства электричества. Они немножко отличались витражами, входом, размером окошек. Но, в принципе, устройство фабрики было шаблонное. Электричество дало возможность убить этот вал и поставить станки, где ты хочешь. Естественно, производительность увеличилась, потому что увеличилась капаста, вместимость фабрики. С одной стороны, себестоимость фабрики установки стала меньше. Не нужно было углем топить. И можно было поставить любую конфигурацию производственной линии. Естественно, это дало безумный рывок, потому что вы стали расширяться просто во все стороны. Производство стало расширяться во все стороны. И у нас случилась та самая промышленная революция, которую, кстати, Россия, по-моему, по разным рассказам, она пропустила. Знаете, почему? Потому что объем производства России такого был только 9%. Мы по-прежнему торговали ресурсами. 100 лет назад был 9%. А знаете, какой сейчас? 14. 14. За 100 лет можно гордиться собой. Это и есть модернизация. Понимаете? 100 лет. Вау! 14%. А знаете, что при Хрущеве было 44%. И там был рывок. Как мы от 44% пришли к 14%? Непонятно. Видимо, рывок был еще вниз потом. И где-то на медиане у нас осталось 14%. Поэтому смотрите, друзья. Вам нужно придумать, каким образом вы будете это электричество добывать. Это абсолютно неординарная задача. Нет инструкции на нее. Есть только, по сути, хлебные крошки. Вам нужно научиться их замечать, эти хлебные крошки. Гендер здесь не имеет никакого значения. Все их разбрасывают, эти хлебные крошки. И из них пытаться собрать какое-то решение. И это решение, оно, скорее всего, перевернет мир. Может быть, среди вас есть Виталик Бутерин. Или, я не знаю, Виталина Бутерина, например, чисто случайно. Она придумает какой-то супер блокчейн или еще что-то нового поколения. Как думаете, называется блокчейн нового поколения? Там должно быть что-то мощное. Например, отсутствовать блоки. Или не быть вообще чейном, например. Кстати, блокчейн нового поколения, там нет блокчейна. Это же круто, да, звучит? Есть такое, какая штука такая есть, как думаете? Технические команды говорят, не знаю, наверное, есть. А может нет. Есть, называется граф. Вот. Поэтому, в принципе, нет пределов к творчеству. Ищите какие-то интересные пути. Если есть какие-то вопросы, я что-нибудь отвечу. Вам спасибо за внимание. У меня, наверное… Леш, у меня, наверное, будет один вопрос. Давай. Со всем тем багажом знаний, которые у тебя есть сейчас, если бы ты сейчас сидел в зале… Хорошо, я сплю? Нет. Если бы ты сейчас сидел в зале и размышлял о своей карьере через три года, что бы ты стал делать прямо сейчас? Очень простой вопрос, кстати. Спасибо тебе. Значит, я 9 лет учил, учил ICCA. Сдавал, точнее, ICCA. Меня даже позвали на Welcome Day. ICCA, там студенты сидят. ICCA, кто знает, что такое ICCA? ICCA, CFA. ICCA – это квалификация профессионального бухгалтеров Великобритании, международная. То есть я бы мог стать бухгалтером. Я сдал 13 экзаменов, из 14 я остановился. Потому что я не могу стать 14. Я сдавал его 9 лет. А в среднем он сдается за три года. И там, понятно, кем ты станешь. Ты станешь финансовым директором, если ты ее сдашь, наверное. И три года, там где-то или четыре года проработаешь. Вот. Так я сидел тоже на этом Welcome Day. Меня просили сказать слово. Я вышел, сказал, что, в принципе, я вот работаю директором по инновациям. К сожалению, не бухгалтером. Сердце мое разбито. Я хотел в 30 лет быть финансовым директором. Потом, когда мне стало 30, я, помню, работал с Димой Сережиным. Вот Надя помнит. Я был такой человек в Альфа-банке. Я понял, что я не хочу работать финансовым директором после этого. Это какая-то сложная работа. С одной стороны, рутинная. Мне хотелось что-то другого делать. И поэтому я понял, что те цели, к которым я стремился, я их вообще полностью переиграл. Они стали бессмысленны, когда я дошел, ну почти в двух шагах от них был. Я понял, что работа, которую я хотел, она для меня не интересна вообще. Сейчас я мысль такой категории, со всем своим багажом неосознанного и осознанного, что профессии нет. Значит, Дарья рассказывала про слова «навыки и теория». Еще слово «компетенция». Ужасное слово «компетенция». На самом деле, я вообще думаю, что вот это деление, кто бухгалтер, IT-специалист, ты бизнес, ты не бизнес. Я вот когда в прайсе работал, я был в corporate services, знаете, завхоз. Мне думали, что это парень, который возит тумбочки. Парень возит тумбочки, на моей парень привези нам тумбочку, а я занятий чем занимался? Я бюджеты составлял для того, чтобы новые офисы открывать. Они думали, что я парень, который возит тумбочки. И там было много всяких обязанностей, которые сложно зафиксировать, но у тебя дальше выбор такой. Либо ты такой холодный, работаешь по регламенту, у меня есть регламент, отстань, не лезь ко мне, я все делаю правильно. Либо ты такой горячий, давай сделаем вместе что-то великое, по шапке получаешь, давай снова сделаем вместе что-то великое. Ну и как бы жизнь, она где-то между, обычно, в любой организации. Поэтому профессия – это холодная история. Есть много примеров, когда людям надоело быть кем-то одним, они завтра решили пойти в что-то другое, и они себя не ограничили. Они достаточно успешные, кстати. Вот я был аудитором. Кстати, аудитор такой, нет? Отчетность проявляет финансовую. А потом меня в IT бросило, я сижу там, у меня просто птичий язык, они такие, как на китайском что-то. SQL, select, звездочка. Я такой, что? Схема, звезда. Три месяца сидел без выходных, пытался разобраться. Разобрался, кстати. Было очень прикольно. Один раз я видел какие-то мужики под названием архитектора хранилищ данных, не могли договориться по концепции, как строить хранилищ данных. Я не понимал, как они работают вообще. Мне показалось, что самым логичным запереть их в комнате, чтобы они договорились, я их запер на три часа. Но мне казалось, это нормальная история на самом деле. Но они договорились, кстати. Они объединились против меня и пытались двери выломать. Поэтому я думаю на самом деле, что профессия, она не важна вообще. То есть важна только ценность, которую вы хотите создать, какие-то интересные истории, которые вы хотите делать, мечты, которыми вы мечтаете. Есть так называемая штука, называется life guiding. Жизненный путь. Вот сейчас что можно сказать про финтех? Что можно сказать про финтех? И тишина такая. Блокчейн! Значит, про финтех можно сказать сейчас, например, красивую фразу. Финтех – это бэкэнд образа жизни. Но бэкэнд – слово, вы знаете, что такое, да? Поэтому вся цепочка фраз сложила смысл. Правильно? Вот. Это что означает? Что неважно, что вы делаете. Мне интересно, допустим, ипотеку взять. Мне на нее пофиг. Вообще пофиг. Я квартиру хочу купить, заехать в эту квартиру. Желать, чтобы там был интернет сразу. Не бегать, не покупать его отдельно. Я хочу весь комплекс услуг. События жизни обслуживать. Понимаете? Есть концепция, называется everyday banking. Ее придумал Accenture два года назад. Он говорит, банк – это внутри жизненного события. А вокруг вас происходит событие. Знаете, сколько в среднем событий происходит с вами? 3000. Ну, так примерно. Ну, там, за жизнь. Да, за жизнь. Выпьем за жизнь. 3000. Знаете, сколько из них делают вас чуть-чуть счастливее? Два. Ну, три. Ну, у нас в стране, может, побольше. Тысяча. Тысяча событий делают человека счастливее. А сколько из них люди реально пробуют? Таки все начали думать про себя. Что значит пробовать? Ну, там, два раза попробовал. Нет, три, четыре. Эй, это один раз ничего не значит, да? Такой эй. Да? Кто смеется, тот знает. 7%. 7%. Откуда статистика у меня спрашивает? Алексей, ты что, мерил? С счетчиком мерил? Что за всеми? Свечку держал, да, там, где проходило что-то. Но нет. Есть проект. Laya назывался. Laya. Полгода люди имитировали искусственный интеллект. Никому об этом не говорили, кстати. Вот. И обслуживали там несколько тысяч человек. Накопили большую выборку. И потом на ней родился проект the way.space. The way.space там два просто. Я им постоянно говорю поменяй название, потому что сложно говорить. Я превращаюсь в кого-то из Ventura. Ой, ой, ой. Очень сложный бренд. И они придумали помощника такой, который раскладывает ваш жизненный путь. И позволяет найти для вас слова коммуникации. Что вам важно? На самом деле, если вы построим бизнес-модель, бизнес-модель, есть слова-крючки. Что важно, что не важно. И вы будете все реагировать на эти слова-крючки. Вот я там сейчас что-то сказал. Там какие-то слова. Блокчейн. Кто-то сказал. Руку биткоин. Или еще что-то такое. Кому-то это важно. Кому-то вообще просто. Что он там говорит? Они про меня. Так вот, этот искусственный интеллект позволял подобрать для вас эти ключики коммуникации. А дальше банк, когда встраивается туда, он позволяет это жизненное событие обслужить. Ну, как бы, знаете, там денег дать, еще что-то там помочь. Сканете с партнером, который такую услугу представляет. Прыжок с прошута, там, не знаете, покататься на яхте. Там еще что-то порисовать. Сходить в кино, подарить цветы любимой. Да? Это же важнее, чем просто финансовый продукт. Поэтому, на самом деле, вперед выходят какие-то жизненные события, которые можно делать. И вот, как бы, если отвечать на вопрос про будущую профессию, я бы хотел быть там архитектором жизненных событий и проектировать эти события вместе с прикольными ребятами. Вот это прикольно, мне кажется. Да? Клево. Спасибо. 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 Спасибо.